добрый вечер дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 16 октября 2021 года и к нам приехал мой новый питомец это амфибия так как я не знаю какого мой питомец пола потому что он еще маленький для определения половых признаков я решила назвать его манга обязательно его сейчас вам покажу и о нем все подробно расскажу но перед этим хотела показать новиночки которые я купила на озон для украшения своих террариумов ну и вообще покупочки из озон значит это коврики от фирмы reptizou точно такие же как у наших агамок только для их же террариума размером больше два коврика у меня террариум будет метр двадцать на 60 сейчас нам его изготавливают для моих мандариновых агамок и как только он к нам приедет покажу расскажу как это будет выглядеть что придумаю еще заказала вот такое украшение от фирмы лаки рептиль рептил у нас было такое вот здесь и теперь теперь такое вот здесь это плющ а это монстеру напоминает вот это то что приехала из заказа для моих питомцев агамок а это то что я заказала для вязания шапочек для моих питомцев и под заказ для наших выпускников нашего питомника ализе не нашлось темно-коричневый пряжи ну посмотрите какую темно-коричневый вот реально как горький шоколад она не черная это темно-темно-коричневый турецкая пряжа здесь 49 процентов шерсти 100 грамм 500 метров очень мягкая не толстая то есть из нее не получится такой огромной шапочке как из предыдущей ализе вот ее состав акрил 50 из 51 51 акрил премиум какой-то она очень мягкая очень нежная и 49 шерсти вот она не такая толстая как ализе предыдущие с которой я вязала у меня получилась шапочка какого-то гигантского размера не хватает подсветочки и у меня сразу мутно все доча ладушки молодец всем привет привет всем привет привет дуся передает всем привет желаю всем хорошего субботнего вечера прекрасного настроения так сейчас будем вязать новые шапочки для малышей из новой пряжи и я хочу эту пряжу сочетать вот с такой пряжей купила это так и шло в упаковочке сразу основная нитка пух енота называется и к ней такая добавочная чтоб она не рвалась вот комплекте купила также на озон читала отзывы она уже вот видите пушится а после стирки она прям действительно как пух и чтобы она не рвалась вот здесь дополнительная нитка хочу попробовать из нее целиком шапочки связать и пустить как украшение по например вот такой коричневый как только что вам показала чтобы была такая знаете как пушистенькая окантовочка распушается она прям превращается в пух после стирки собственно если бы я не прочитала отзывы я бы наверное не очень бы и поняла где здесь пух вот но тем не менее заказала много такой пряжи на пробу разных цветов это беленькая потому что меня просили на заказ для наполеона и марика связать коричневого цвета шапочку как для вильгельма но с белой полосочкой чтобы оттенялась а второй сейчас взяла вот такой цвет и еще два цвета это такой же пух не знаю я написано пух норки на сайте вазон вот так он пушится я попробую связать постирать и посмотреть на результат также идет добавочная ниточка отзывы конечно люди там пишут про свои изделия что они вязали для себя и в общем-то остались все довольны так 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 стирать на 40 градусов 20 40 ну вот здесь вот так вот иероглифы какие-то это обожаю пробовать новую пряжу если честно обе пряжи очень мягкие нежные вот сегодня вечером я буду пробовать новую пряжу мне это доставляет колоссальное удовольствие вечерами вот сидеть вязать особенно когда пряжа попадается приятная нежная ниточка мягенькая посмотрим потом покажу что у меня получится из этой пряжи расскажу покажу вот ну а сейчас переходим к знакомству с моим новым питомцем которого зовут манга и если вы мало ли так скажем побаиваетесь амфибий то может быть просто выключайте видео показываем маленьких миленьких щеночков породы чихуа и не будем травмировать чью-то психику да дочка всем говорит пока пока кто не любит амфибии боится их вот так как я уже говорила манга это амфибия я временно пока подготовила домик для манга ну не то что из того что было откуда у меня появилось желание завести себе амфибию данную данную амфибию данную амфибию я вам уже рассказывала что мне нравится очень канал евгения раболтовского который в ю тубе канал рассказывает о редких экзотических видов разных животных и в частности он увлечен разведением разных амфибий очень интересно обо всем рассказывает показывает вот много у него разных животных не только амфибии ну и собственно говоря конечно очень красиво очень интересно но при этом человек опять-таки рассказывает и о трудностях с которыми может столкнуться вот такой обычный человек как я который никогда не содержал амфибий все дело в том что евгений раболтовский он как раз таки человек с образованием вот биологическим и ветеринарным и много лет практики которые он посвятил и работая скажем так ветеринарным врачом в зоопарке то есть как бы понятно я не содержала амфибий для меня как бы все что я могла выбрать я выбрала все самое максимально простое что ну вот это как агама скажем так справится даже новичок мы сегодня поели мы такие толстые накупанные красивые мандаринчики и здесь такие толстые накупанные и кто-то даже подрос на мой взгляд морозька подросла но сегодня у нас и марсель хорошо кушал я надеюсь он тоже подрастет он линял немножко скажем так приостановился вот поэтому опираясь на создание условий содержания для своего нового питомца конечно же я читала и смотрела видео как создать правильные условия для моего питомца и не совсем поняла в одном видео указан вот такого плана террариум пластиковый с вентиляцией вот так вот с двух сторон в другом то есть вот я сейчас нагоняю температуру здесь у меня градуснички внутри у меня тоже гигрометры температурка моха купалочка то есть ну как бы ждем нагревается вот здесь у меня нет специального термоковрика поэтому у меня есть такая электрогрелка для щенков я использую так я уже взвесила своего питомца и уже успешно забыла сколько он весит но потом перевешу и даже не знаю как называть то он или она потому что пока что не понятно мне еще по возрасту пол неизвестен но я в общем создаю условия вот вчера как раз смотрела про создание вот таких стеклянных значит в чем проблема вот такой террариум это для рептилий он не подойдет у него вот такая проточная вентиляция сбоку и сверху это от рептизов у меня террариум для агам вот такой террариум у меня тоже для рептилий для агам то есть здесь вентиляция снизу вот сюда поступает холодный воздух здесь через сеточку проходит вовнутрь нагревается и вот здесь через сеточку он выходит а вот для амфибии такую вентиляцию нельзя то есть у амфибии должна быть вентиляция односторонняя сверху вот что-то наподобие как вот здесь то есть если мне заказывать стеклянный террариум это надо будет делать на заказ по моим вот именно что без лишней вентиляции или если я покупаю готовый в зоомагазине для рептилий надо будет как-то вот здесь заклеивать что-то придумывать убирать лишнюю вентиляцию поэтому насчет стеклянного специализированного террариума пока у меня вопрос как я буду содержать своего питомца я еще подумаю придумаю второе у феем нужно амфибии для усвоения опять-таки кальция тепло сверху вот как у агам лампа прогрева им не нужно им нужен нижний подогрев причем тоже как у агам с одной стороны то есть одной стороны вот так называемой айки мы нагрелись и зеваем ты моя прелесть значит с одной стороны у нас идет точка нагрева зона баскинга как и у черепашек то же самое вторая сторона это где питомец может охлаждаться вот у нас на танчик например ушел в сток сена закопался потому что здесь у фешка лампа обогрева и вот он на танчик когда он нагревается он уходит в прохладную зону то же самое мне сейчас надо придумать для амфибии я пока придумала только ну скажем так я все это конечно приобрету коврик для нагрева это у меня временного здесь хорошо тоже он работает там и есть электрошнур по факту внутри даже не буду ломать хорошую новую грелку я для щенков и покупала здесь у меня бассейн с водичкой неглубокий градуснички термометра выносные для контроля вот пока нагоняем температуру здесь у меня у фешка есть и значит плане так скажем обустройство жилплощади для моего нового питомца пока у меня вопрос просто создала то что вот у меня есть и аквариумы я могу сделать из аквариума я просто не знаю насколько как мне сейчас это все будет комфортно и удобно делать вот питание моего нового питомца манга очень очень приятная на самом деле в отличие от агамок мой новый питомец питается просто рыбкой просто рыбкой которую можно купить в магазине или летом выловить даже в пруду около нашего дома потому что рыба нужна не жирная века что-то охраняешь а за что щенка кусаем века века прекрати из-за еды опять а я сделаю сейчас очень очень просто нет еды вот видишь раз и нет еды вот она и да вот так что проблем с питанием вообще ноль зимой пошел в магазин купил постную любую рыбку минтай вот сегодня у меня отрезка или что попроще самую дешевую лишь бы не жирную летом можно у нас в пруду между прочим много разной рыбы даже карасики водятся вот то есть тут как бы сложности никаких и вот он мой питомец которого я назвала манга он сейчас сидит в такой транспортировочные коробочки в котором он ко мне приехал купила я его в интернет-магазине экзаменю в санкт-петербурге с доставкой на дом бесплатная доставка от определенной суммы вот здесь я уже приготовила еду для моего питомца это кусочки филе трески без кожи ну просто филешка вообще рекомендовано давать целиком маленькую какую-то рыбку или скажем так с костями имеется ввиду что нужны кости нужен кальций поэтому здесь у меня подготовлена смесь кальций с витаминами и предлагать своему питомцу еду я буду вот таким образом то есть предварительно обваляв рыбку в кальции в витаминках а затем уже предлагать будем моему питомцу питомец у меня маленький всю информацию я получила у продавцов диспетчер по телефону мне ответил на все мои вопросы на которые он не знал ответа он пообещал уточнить о скажем так заводчика поставщика данного товара в их интернет магазин значит малыш у меня маленький ему 5 месяцев и диаметр его 5 с половиной сантиметров я измерю конечно штангенциркулем и вес еще тоже взвешу для того чтобы скажем так знать как растет мой малыш правильно ли он развивается вот сейчас я делаю это в первый раз вместе с вами кормление моего нового питомца будет происходить я вчера очень много смотрела информации по поводу кормления таких питомцев на канале zoocom live и поэтому будем сейчас пробовать учиться кормить нового питомца честно не знаю получится у меня или нет очень хочется чтобы все получилось вот наш номер заказа выбирали по фото все тут написано все указано доставка курьером сегодня приехал он к моей дочке и давайте смотрим трамбабам посмотрите какая красота это манга и теперь понятно почему манга потому что мы вот такого красивенного цвета это рогатка лягушка не жаба но выглядит она вот такой кругленькой и должна быть еще более упитанная как мне сказали что это гибрид чакской рогатки и амазонской я не знаю на самом деле это так или нет я даже знаю что те кто мне его продавал они в этом вообще не разбираются то есть им что сказали то они мне и продали вот насколько я вижу ребенок у нас здоровенький я вчера тоже читала очень внимательно всю информацию по рогаткам исключительно опираясь на информацию от зоокома и евгения раболтовского которые они уже очень много лет этим занимаются и все в этом понимают и успешно разводят этих улит лягушечек я разведением не планирую заниматься поэтому по факту мне бы конечно хотелось чтоб мой питомец оказался девочка и объясню почему мальчики по весне будут мне петь песни но пока у нас манга потому что цвет у нас очень красивый замечательный вот но из-за того что у нас вот здесь на спине вот такая вот обратите внимание согласитесь похоже черные вот эти вот пятна как будто это крылья бабочки маха он вот поэтому мне захотелось назвать бутерфляй если это окажется девочкой но в принципе ну окажется если мальчиком я не знаю конечно лягушку называть бабочкой вроде как не классно но тем не менее значит что осторожно осторожно предлагать еду достаточно хорошие у них такие скажем рефлексы питательные потом витече делает вот открывает хочет меня кусить если он меня кусит это будет больно у них там такие зубки то есть это опасно но мне это нравится такая реакция на мои прикосновения сейчас мы его научимся отбрать меня кусь сделали ну так пока слегка не не жутко не жутко больно так мне хочется его достать вообще-то из этой коробочки и покормить а он меня кусь пусть на меня кусь на меня давай идем кушать рыбу потом кусь будешь меня давай давай мы тебя покормим потом ультрафиолет вот и полизай будем кормить пусть и далее так ребята первый раз осторожно опасно не повторять то вот это здорово смотрите вот это клёво кушает самостоятельно рыбку так чё не не нравится кольца не нравится выплевываем а глотают лягушки глазами поэтому когда он будет кушать и глотать он будет закрывать глазки цвета у нас тут нежно-салатный сейчас я просто в тазике и он сливается у меня он или она трудно сказать отдай ух ты молодец какой-то смотрите как кидается на еду давай давай вот молодец в рот давай первый раз кормлю лягушку с пинцета знаю что надо убирать пальцы что это опасно по пальцам может шмякнуть очень больно вот ну давай кушай кушай это хорошо это говорит о здоровье нашего питомца цвет обалденный честно на зеленом тазике конечно он сливается оно здесь и оранжевый и темно-темно коричневый то есть когда мне выбирала по фото прислали фото мне казалось что это черный цвет вот эта бабочка на спине и полоски на самом деле темно-темно коричневый такой горький шоколад нет подожди подожди вообще сказано много нельзя кормить иди сюда это у меня вообще кальций куда-то ам что еще ам хочешь ничего себе не только на руки не кидаемся не кидаемся на руки я люблю когда дети хорошо кушают но сказано много нельзя ты же хороший ребенок вот как сложно когда непонятно мальчик или девочка да вот как ты не знаешь как к нему обращаться вот видите глазки закрывает и зажимает то он глотает он или одна давайте будем называть она она лягушка пусть будет манга бутерфляй как угодно но дело в том что очень хочется чтобы это была девочка почему потому что девочки вырастают крупнее и они по весне не будут квакать а мальчики будут квакать они будут призывать самку весной очень не хочется в комнате но у меня пруд конечно под окнами там в пруду у нас обычные лягушки зеленые вот эти местные ленобласть у нас вот поэтому звонкого кваканье у нас тут больше чем предостаточно и это лягушка оп молодец так все пинцет и мешает что ли она заглотила и тут же выплюнула почему-то потому что пинцетом тяпнула о молодец вот это умница так выплюнула что не так-то не пойму многое кальция накидала туда что ли так ладно давайте попробуем все филина кормить тебя кальцием друг мой я хотя просьбой помоем так еще витамины туда добавил сейчас мы ее от получим от кальция витамина и попробуем вот лягушонок должен быть убитанный для рогатки вполне себе правильно чтобы она была такая жирненькая чтобы у него как бы свисали бачка это молодец вот это самое клевое что она приучена к еде что она самостоятельно питается то есть у нас не процесс пойдет потихоньку полегоньку но мы справимся вот если бы она сейчас у меня отказывалась от еды это была бы беда то что она вот так прыгает это тоже хороший признак того что у меня здоровый питомец и это не может меня не радовать ну а все остальное вообще не сложно такого питомца хотела завести очень давно он у меня много чего останавливала скажем так сейчас я уже взвесив все и продумав как я буду содержать внутри у меня сейчас на сегодняшний день как для улиток поролоновый такой коврик с покрытием который очень хорошо держит влагу потому что для амфибии в отличие от рептилии нужна повышенная влажность как для улиток африканских вот далее идет у меня мог сфагнум но это для облегчения скажем так уборкой потому что важно во время проводить уборку почему важно верхняя вентиляция в террариуме они как у рептилии посмотрите какие у нас глазки то есть у нас вот здесь вот такие рожки своеобразные видите насчет конечно и и вот то что мне сказали что это гибрид чакской и амазонской рогатки очень крепко сомневаюсь как раз вчера она на сайте называется рогатка фантастическая амфибийная лаборатория за ком было видео на тему гибридов чакская и амазонской рогатки амазонская рогатка очень очень редкая рогатка и в общем то ну не знаю не знаю почему тут важен или не важен ее скажем так принадлежность там рогаток несколько видов это в принципе мне вот если не заниматься разведением мне не особо и собственно говоря и важно какая у меня чакская не чакская вот мы кругленькие когда мы поедим мы еще должны раздуваться в животике вот такие яркие красивые глотает второй кусочек рыбки вот размер то есть они еще и по размеру различаются есть побольше есть поменьше я бы хотела девочку девочка она крупнее чем мальчик ну самка крупнее чем самец вырастает в последующем то есть я хочу вот такую большую красивую яркую лягушечку просто так просто ради вот наблюдения она спокойная на сидит ничего не делает она в принципе закапывается в мох и из мха охотиться на вот скажем пробегающие питательные объекты вот кормовые зимой повторяю кормим рыбкой вот в природе эти лягушки едят себе подобных то есть они едят лягушек другого вида более мелких почему их содержит по одной у меня конечно была мечта на самом деле сделать себе такой микс то есть создать себе группу рогаток разного цвета у них есть бесподобно красивые расцветки но дело в том что вот именно из-за того что они едят себе подобных содержать их вместе несколько лягушечек не рекомендуется их держит по одной и ну это значит еще контейнер это значит еще террариум это значит еще у фешечка это значит еще вместо занимать в комнате поэтому первое у меня вот это рога . очень хочу еще несколько разных именно цветов возможно даже видов не для разведения а для коллекции для наблюдения все эти животные что агамы что лягушечки это террариумные животные для наблюдения мне нравится у меня например есть муравьиная ферма и поверьте там собственно тоже есть зачем понаблюдать вот когда я кормлю у своих агамочек если честно то как они себя ведут вот наблюдение сам процесс кормления с пинцета несмотря на то что моя агамочки сами замечательно могут кушать и охотиться на сверчка мне приятно покормить их ну как будто из руки можно было бы вообще бы из руки но они еще маленькие могут промахнуться вот они промахиваются мимо сверчка и попадая в пинцет вот таким же образом как вот эта рога . она не пытается меня укусить она вот пытается покушать и промахивается у рога . там зубки и достаточно больно кусаются они вот поэтому если я найду опять таки то что я хочу завести я думаю что еще несколько рога так у меня появится со временем сейчас я придумаю еще прочитаю информацию попробую по скажем потренируюсь вот пока она манга как у нас получится пусть она будет девочка манга батерфляй там ну не знаю мне хочется чтобы она не квакала и мне хочется чтобы она выросла огромная без скажем разные виды рога так чем еще отличаются размером есть такие виды рогата который без лапочек вот сам так скажем диаметр вот этого лягушоночка вырастают до 20 сантиметров вот мне хочется что-то такое я очень хотела жабу водоноса вот но вот сейчас я выбрала рогатку потому что она вообще неприхотливая если я сейчас посажу и в террариум она просто будет тупо сидеть на своем одном месте греться ну в плане теплом месте под уф-лампой что я сейчас и сделаю ей надо чтобы она усваивала кальций а вот и ничего не делать собственно говоря а потом еще и зарваться в мох поспать или как бы поохотиться то есть зверь не хлопотный зверь не сложный уф-лампа кальций рыбка из магазина летом можно из реки любую нежирную постную рыбку вот такой вот дружочек ко мне приехал очень нарядный очень яркий очень красивый давно хотела очень давно хотела агаму очень давно хотела рогатку очень давно действительно очень давно но в силу того что мы жили в городе не могла себе этого позволить сейчас у меня есть такая возможность оседлый образ жизни в городе не то чтобы у меня на рогатку место бы в квартире не хватило в городе мы жили только зимой в зимнее время года начиная с весны и всю осень и все лето мы жили здесь в деревне выезжали как дачники на дачу то есть это мне всех моих питомцев надо было постоянно таскать с собой согласитесь только сколько сейчас у меня животных я не знаю на какой машине надо было бы поезд заказывать из города мы так ездили на машине возили частями сначала коллекцию моих улиток африканских затем мышей хомяков и грызунов и в последнюю очередь конечно собак но в общем было очень сложно сейчас я никуда не собираюсь ездить я каждый день нахожусь дома и буду только радоваться и наблюдать за своими питомцами манго уже прячется ведь задними лапками хочет закопаться в тазу не получается пойду его сажать в его доме пусть греется под ультрафиолетом усваивает кальций и увидимся с вами в следующих видео дорогие друзья о жизни наших питомцев если вам нравится манга не пожалеете 1 секунды времени поставьте ему лайк мечта моя сбылась я очень очень давно мечтала о рогах